так добрый вечер я уж не знаю вот сегодняшний состав участников бывали на предыдущих вебинарах или не бывали но вот сегодня я предлагаю сделать чисто практически использовать весь час с тем чтобы выходить к микрофону и получать от меня обратную связь потому что по большому счету моя главная компетенция и основная собственно говоря этому у меня и президент вашей компании тренировался 10 лет назад много раз главная моя компетенция это давать обратную связь давать обратную связь и сильным качеством и тому что мешает и самое главное вашему состоянию энергетики сейчас и тут же предлагать какие-то простые способы решения этой проблемы ну что давайте кто первый к микрофону включайте камеру и мы с вами побеседуем кто первый коллеги жду вас к микрофону решительных кстати говоря я могу сказать опять-таки повторюсь это это уже шаг к цели а не просто слушать в пассивном режиме в таком смелость создать прямо сейчас безотлагательность смелость безотлагательность это одни из самых главных составляющих успеха в любом бизнесе ау коллеги предыдущие вебинары были там больше лекционные сегодня хочу больше времени уделить у нас всего лишь 32 участника можем сейчас прогнать через горячую точку динамично но человек 7 8 коллеги тишина все ждут кто первый да ну давайте подождем мы можем на горячей точке поговорить и про твои цели и ответить на твой вопрос какой-то насущный и разобрать какую-то твою житейскую ситуацию в отношениях или в семье или в бизнесе с партнерами там со спонсорами какие-то рабочие кейсы разобрать ау ну где вы там коллеги добрый вечер добрый вечер добрый вечер как вас зовут меня зовут иван иванов иван иванов так а вы можете камеру включить или а вот сейчас включу включите пожалуйста вот он я наверно видно меня так сейчас так о вижу вы откуда иван меня видно или а вот все видно я из казахстана город степногорск являюсь партнером компании да давно являетесь партнером нет до нового года я зашел стал партнером компания раньше сетевым занимались да у меня был опыт это было очень много лет назад была первая компания это была арифлей а потом было американская которая алоэ но не важно что вас зацепило но я был на открытии компании я вел это мероприятие ведущий шоумен я вел открытие и получается я увидел результаты людей я увидел результаты людей да да как бы вообще честно сказать не планировал на самом деле становиться партнером потому что как-то ну не знаю как-то в моменте разочаровался наверно что ли в сетевом хотя я знаю мощь силу вот этого больших этих да вот а здесь как бы решил да зайти потому что вижу блин елки-палки люди так интересно ну и легко все это дело делают но у меня есть такая наверное не знаю или во мне эта проблема или в чем в общем вот этот мой теплый круг да назовем тогда вот эта классика жанра когда пиши знакомых там в моей истории он не работает потому что они же все меня знают по большому счету как ивана там ведущего шоумена там который когда-то работал там урановом производстве ладно я уже там лет 5-7 сам на себя доработаю там айти проекты там и так далее но они меня не воспринимают как скажем так предпринимателя то есть я уволился и они не знают где я кто и как и чего вот и сейчас я как бы пошел путем построения личного бренда то есть ну я вот условно я зашел в конце декабря в команду эргеша вот с киргизии получается и сейчас я как бы проходя обучение ну как бы опять же все равно сталкиваюсь с какими моментами что вот первая всегда проблема нету денег дорого блин да это не работает ну то есть это есть в том числе и ну скажем так в холодных этих контактах вы через интернет работаете да вы через интернет работаете полностью какие есть промежуточные результаты есть промежуточные результаты да люди пишут да какие люди пишут узнают что это я им там pdf файлик скидываю там с тем что иван стоп 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 вы красиво говорите у вас богатый словарный запас там и так далее и так далее но я бы вам порекомендовал тренировать немного лаконичности много лишних деталей скажите пожалуйста как вот вы работаете по холодным контактам так это очень интересная тема для всех какие у вас на сейчас есть на холодном рынке промежуточные результаты пока только заинтересованность людей и обдумывание у предоставленной информации все понятно то есть вы в активном действии где-то месяц находите ну грубо говоря да понятно то есть пока еще у вас подписанных партнеров нет один есть зарегистрированный но без проплаты понятно а какая у вас цель цель а на этот год цель цель на этот год ну вы имеете ввиду в компании или вообще в принципе ну вот вы зашли в бизнес какая у вас цель с этим бизнесом да ну я хочу вообще за год закрыть статус президента есть такой план так цель такая есть да не очень ощущаю что вас она вас вдохновляет не очень ощущаю что вы в нее верите да по поводу того что окружение скептично это естественно редко бывает когда ну скажем так скептичное окружение я на предыдущем говорил это некая нам обратная связь но даже вы знаете я помню слушал президента одной американской компании название говорить не буду она одна из ведущих в мире стартовала в восьмидесятом году и вот он рассказывал значит я нашел продукт пакетики вот с травками грубо говоря здоровительными собрал всех своих друзей и сказал друзья мои мы с этим станем богатыми а мне друзья спрашивают а кто с этим уже стал богатым а я им отвечаю вот вы у меня купите и я уже стану богаче друзья говорит меня подняли на смех и никто не вписался это естественное явление но в любом случае скажем так из окружения кто-то все равно будет вести за вами слежку и нужно будет естественный по теплым контактам отрабатывать и зарабатывать новую репутацию иван улавливаете да и я могу сказать как как человек как человек имеющий опыт в прошлом когда я разрушил свою репутацию в кризисные моменты да в том числе там в далекие годы и в связи с алкоголем и прочее прочее я знаю что такое воссоздавать репутацию а ну в данном случае может успешного человека и так далее и так далее вы 4 февраля летите в алмату да нет 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 не будет вас там на мероприятие да нет меня нет понятно скажите пожалуйста а давайте поставим такую цель какой результат за ближайший месяц структуре будет для вас победой но вы верите в этот результат не за год а за ближайший месяц шесть человек личных это уже будет победа шесть человек лично понятно значит при этом тоже у меня к вам вопрос когда вам в интернете кто-то обращается незнакомый человек к вам обращаются со спам предложениями ну какие-то предложения бизнес предложения обращаются к вам каждый день десятки да вы позитивно реагируете когда-нибудь на них нет нет в том-то и дело поэтому я все-таки рекомендую знаете холодный понятно что в любом в этом бизнесе есть такое правило все работает никогда не знаешь когда где чего выстрелит никогда не знаешь но как правило вот если к холодный контакт и сразу идет идет предложение но очень маленькая статистика очень очень ну маленькая статистика очень важно этот теплый контакт у холодный контакт разогреть развивать отношения а что такое разогреть создать ценность для человека да быть полезным для него прежде всего там энергетически и так далее и так далее и скажите мне пожалуйста вот за предыдущие две недели конкретно сколько времени в среднем в день вы уделяли этому бизнесу честно полчаса полчаса честно не полчаса вот и я хочу вам сказать практически все люди примерно так этим и занимаются а на старте а на старте это как на войну пойти бизнес построить это как ребенка на ноги поставить и большинство сетевиков они таким образом не занимаются этим чтобы бизнес начал хотя бы ходить год полтора концентрация полчаса в день этого недостаточно удочку надо закидывать гораздо чаще гораздо больше а это бизнес злотоискательства реальный же очень много песка надо перемыть вы не случайно сказали что разочаровались вы не разочаровались эмоционально выгорели и устали от того что надо перемывать много песка согласитесь да потенциал знаете вот но сейчас тоже раз у вас есть опыт компания-то стартанула относительно недавно у вас есть связи в разных городах россии там не только казахстана есть связи да и ближние и дальние зарубежья конечно вам нужно моментально закидывать удочки в другие города не ограничиваться на степногорске использовать вопрос кого ты знаешь практика показывает что быстрее выстреливает не в твоем городе и и сейчас учитывая что по большому счету сеть дендельайн развивается только год по большому счету только год и бурно растет и продукта не хватает сейчас время очень дорого через год через два через три может быть там все стабилизируется но сейчас свободных ниш свободных для рынка что называется гораздо больше поэтому я вам рекомендую тем более если вы поставили цель концу года президента закрыть полчаса в день не катит как на войну уйти надо на этот год врубаетесь да прием да 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 я слушаю вас вот а вы вы смотрели предыдущие вебинары мои нет не смотрели вы в первый раз да 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 потому что на самом деле все данные у вас для сетевика есть хотя знаете красиво говорить это еще это еще не вы красиво говорите но это еще мягко говоря не гарантия успеха есть несколько составляющих первое это обучаемость обучаемость это способность выделять выживку и тут же применять не просто слушать а тут же применять второе это настойчивость ежедневная методичность то есть грубо говоря начало бизнеса это как камень в гору затащить в начале подъем крутой начинать всегда в этом смысле сложнее и если ты допустим день два три пока есть настроение камень затаскиваешь а потом бабах настроение нету эмоциональный спад камень отпустил потом снова с нуля потом снова с нуля очень важен момент вот вот наработать вот эту критическую массу развитие всегда идет скачкообразно оно не идет постепенно вот так вот сначала мы на плата на плата и мы нарабатываем 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 а потом бабах качественный скачок улавливаете вот по моим ощущениям у вас есть талант есть харизма интеллект а дисциплины не хватает ее да а дисциплина это самый главный инструмент который помогает реализовать таланту почему мы часто не дисциплинированы коллеги потому что нам в школе в детстве понятие дисциплина навязывали топорным образом нам говорили ты должен быть ты должен быть я например в молодости жил и думаю свобода это возможность не быть дисциплинированным спать до двенадцати и так далее а потом слава богу я нарвался жизнь меня слила с трансформационными учителями которые до меня донесли что дисциплина это ракета для таланта и отними у меня дисциплину мой талант ничего не стоит талант плюс дисциплина равно чудеса талант минус дисциплина много шума а на выходе пшик а что такое дисциплина ну помимо пунктуальности это еще способность делать то что я не хочу делать для того чтобы получить то что я хочу и делать это ежедневно вы слышали наверное про такого психолога который работал с сетевыми компаниями джим рон с крутыми сетями джим рон не слышали нет я лично в девяносто пятом году участвовал там в одном мероприятии из на его школе был и вот там он говорит секрет успеха очень простой каждый день делать каждый день есть настроение нет настроения и не полчаса хотя бы 3 часа сконцентрировано нарабатывать новые связи разогревать их развивать потом еще искать контакты людей в холодных контактах искать людей которые вам будут интересны чтобы вы не занимались эмоциональной проституцией знаете как допустим законтачили с человеком он вам не интересен вы там на разных языках говорите так и не надо ищите себе более близких по духу 3-4 часа хотя бы в день а ну если президентам нужно больше вот дисциплина это способность делать то что я не хочу чтобы получать то что хочу и ежедневно чтобы камень эту в гору затащить а потом наступит наступит момент наступит момент когда камушек нужно будет подталкивать только а потом наступит момент когда какое-то время он будет сам катиться по инерции но старт вот этот сконцентрированный это самое важное значит нужно вложить энергию нужно вложить вот эту последовательность а где взять энергию как раз я хочу вам сказать что если вы пересмотрите записи вебинаров я там даю инструменты и техники где взять потенциал энергетический там самое элементарное вот самое элементарное можете прям сейчас это сделать прям поднять уровень энергии знаете что поднимает уровень энергии самое простое смелый шаг и двигать эго допустим вы женаты я в гражданском браке в гражданском браке дети есть у вас да два сына у меня сколько сыновьям 14 и 11 лет особенно 14 вот я вам рекомендую прямо сейчас прямо сейчас попросить прощения подробно без чувства вины у своей гражданской супруги за какие-то свои ситуации где вы не правы но в пределах разумного не за все косяки чтобы это было экологично чтобы никого не ранило и обязательно у старшего сына потому что он сейчас в тяжелом возрасте у него пубертат вот и обычно они колючие и родители реагируют на это тоже болезненно вам есть за что попросить прощения же вы же не идеальный у супруги и у вас старшего сына ну сына да наверняка где-то перегибал у гражданской супруги марин марин я косячил перед тобой нет конечно косячил такого не бывает нет ну за три года как мы познакомились второй у меня я в разводе вот у меня есть гражданский гражданский да по-любому что-то накосячил буду вспоминать конечно 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 короче говоря еще раз повторюсь и обращаюсь ко всем кто сейчас здесь участвует нужно каждый день ты можешь поднимать уровень своей энергии и вот сейчас я рекомендую еще ключевой инструмент ключевой прямо к результату это безотлагательность безотлагательность прямо сейчас не через недельку наши ваши конкуренты которые занимаются тоже сетевым бизнесом они все по полчаса все все откладывают находятся в иллюзии что у них есть цели и что они занимаются бизнесом пробайтесь поэтому я вам предлагаю прямо сейчас даю вам видите да вам простой инструмент прямо сейчас напишите смс к сыну и потом и у вашей нынешней супруги гражданской тоже попросите прощения за какие-то минусы свои потому что мы все не идеальны а потом к нам вернетесь договорились хорошо все давайте коллеги кто следующий на горячую точку пожалуйста кто следующий на горячую точку я надеюсь этот разговор для вас был тоже полезный наш разговор с Иваном пользуйтесь моментом пожалуйста безотлагательность решительность практикуем тренируем ведь решительности невозможно обучить безотлагательности невозможно обучить это можно только практиковать напоминаю с трусостью бороться со страхами бороться бесполезно надо тренировать смелость так кто у нас там осема по моему да машет рукой андрей вы не поможете нам и или не так 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 да да коллеги подключайтесь пожалуйста давайте давайте коллеги пользуйтесь моментом здравствуйте 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 как вас зовут меня слышно меня зовут Асим да можно чтобы вас получше видно было чуть-чуть от камеры да отлично вы из какого города я из города Алматы из города Алматы ясненько вы давно подписаны в этот дуайн сегодня же сегодня только да да но я вас слушала уже неделю где-то ну уже неделю а то есть вы не были партнером но слушали вебинары да ну я разбиралась да каким образом на ютюбе что ли да ага понятно что то вы один вебинар смотрели или несколько я отрывками смотрела отрывками смотрите да а я вам рекомендую тренировать включенность на сто процентов скажите пожалуйста если вы смотрели отрывками что вы для себя извлекли ценного что можно применить в жизни тут же потому что знания которые нельзя применить тут же они мало чего стоят так ну во первых избавляться от блоков про которые вы только что говорили с мужчиной от каких блоков я разве говорю о том чтобы избавляться от блоков но от них же избавляться надо чтобы идти вперед нет я никогда такого не говорю о чем никогда никак такого не говорю я вообще противник того чтобы с чем-то бороться или от чего-то избавляться нет не бороться а просто вот как бы и может я неправильно выразилась убирать ну вот допустим непрощение ведь тоже мешает чего не мешает что мешает непрощение ведь тоже мешает человеку так ладненько а всем давайте я вас поведу тогда ладно вы нас пока не туда ведете это естественно нормально вы учитесь а я здесь тренирую с вашего позволения вы с этим бизнесом раньше занимались давайте сделаем тогда вот так я пока буду слушать а кто-нибудь может другой кому это нужнее хорошо я не надо заднюю включать не надо заднюю включать хорошо я за вас но я хочу вам так сказать что я практикую методику экстрим для эго это не очень комфортно для эго но это очень полезно я думаю что в своем жизни за свой жизненный опыт убедились что ты развиваешься только когда проходишь какое-то испытание правильно да какое-то дискомфортное испытание и вот сейчас тоже у вас есть сетевой опыт предыдущий чуть-чуть чуть-чуть понятно то есть профессионалом вы себя назвать в этой области не можете у вас основная работа есть есть чем вы занимаетесь если не секрет сфера обслуживания сфера обслуживания у вас есть цель вы себе поставили цель да какая приобрести приобрести жилье а вот прям заработать на квартиру вы хотите да тогда смотрите просто вопрос ответ вернее на вопрос а сколько нужно уделять времени этому бизнесу он растет из ответа на вопрос какая ваша цель у вас цель серьезная поэтому здесь нужна стопроцентная включенность там и так далее первое я вам рекомендую изучить вебинары не эпизодами а полностью договорились да да хорошо а когда вы нацеливаетесь квартиру купить и какую квартиру тоже очень важный момент потом в ипотеку или как и какую конкретизировать очень важно иначе хорошо хорошо хочу трехкомнатную квартиру в городе Алматы ага в ипотеку да в ипотеку с каким первым взносом сколько процентов примерно первый взнос планируете ну тридцать процентов ясно сразу могу вам сказать Асима видно что вы умная образованная женщина интеллигентная вежливая воспитанная спасибо но уровень энергетики конечно как у большинства людей слабоват и главная ваша проблема как у большинства людей в том числе это не включенность на сто процентов это привычка чем бы то ни было заниматься не на сто процентов фрагментами вебинар немножко этим немножко этим улавливаете прием алё да 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 улавливаем я просто пишу и главное что привлекает людей это не слова что у вас замечательный бизнес главное что привлекает людей это ваша энергетика а пока она у вас такая тяжеловатая еще раз это неплохо это нормально это нормально быть энергичным заряжающим это не нормально вот и возникает вопрос вы хотите стать по энергичней да конечно так вот я вам сейчас даю определенную гарантию даю определенную гарантию значит если вы в ближайшие дни до следующего вебинара а на сто процентов изучите вебинары которые записаны и они есть и поприменяете техники которые я там даю на практике у вас резко поднимется уровень энергии и даже прямо сейчас у вас есть дети у вас здесь есть дети да сколько у вас детей двое детей трое внуков сколько лет сколько лет так дочери 40 лет сыну 30 лет как вы думаете вы их заряжаете энергией или забираете энергию заряжаю вы думаете вы их заряжаете думаю да думала думала о вот вы позволите вам обратную связь конечно давайте алло алло да 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 алло вы позволите вам дать обратную связь критическую буду благодарна так вот я как специалист в области энергии прежде всего хочу сказать что вы находитесь в иллюзии вы не виновата потому что но вы забираете энергию сейчас в том числе и у детей и главное еще помимо отсутствия включенности на сто процентов я ощущаю что один из способов забирать вашу энергию я вас ощущаю уставшие и безрадостные и большинство родителей уставшие и безрадостные вы не виноваты в этом я вас ни в коем случае не обвиняю но чтобы практиковать экстраординарные навыки и стать заряжающим родителем то есть любящим а нужно сначала осознать как ты вампиришь вот сейчас давайте вместе осознаем как вы вампирите у своих детей вопрос непонятен для меня да ладно давайте я вам дам обратную связь как я это ощущаю но вы согласны что вы сейчас проявляетесь уставшей и не очень радостной согласны да да вот потом я акцентирую внимание я вас я вас не обвиняю я просто как приборы по энергетике даю вам обратную связь для чего когда ты осознаешь свой минус ты начинаешь им управлять улавливаете а минус в тебе который ты не осознаешь он управляет твоей жизнью вот допустим вы не осознавали что вы вампирите усталостью безрадостностью тем что не на сто процентов вы этого не осознавали и этот минус управлял вашей жизнью а если вы это осознаете вы можете этим управлять вы меня слышите Асима да 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 согласны со мной вы сейчас начинаете слышать меня да да к чему я клоню вот и поэтому я вам сейчас рекомендую поднять уровень вы сейчас можете поднять уровень вашей энергии буквально за 5-7 минут но от вас потребуется решительность экологичная и адекватная готовы да прямо сейчас я вам рекомендую написать эсэмэски или звуковые отправить вашим двум детям и попросить прощения за то как вы у них забираете энергию прости меня что я в общем за свои минусы понятно да но без чувства вины асим но без чувства вины а договорились готовы не слышу я могу это да 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 я могу это сделать прямо сейчас у меня дочь рядом а вы тогда от нас пока отключитесь потому что это конфиденциальный разговор а потом к нам включитесь договорились спасибо давайте мы вас ждем так коллеги а потом мы вас ждем асима с дочерью поговорите и с сыном было бы тоже ему эсэмэску написать было бы вообще круто совершенно другая энергия пойдет коллеги кто следующий у нас асима отключайтесь и сделайте пожалуйста и потом к нам возвращайтесь коллеги кто следующий кто следующий кто следующий можно будет на горячей точке тоже задать какие-то конкретные вопросы по вашему текущему состоянию дел или по поводу какой-то конкретной ситуации может быть с коллегой по работе или с близким человеком мы можем разобрать какой-то твой проблемный кейс назовем это так кто на горячую точку коллеги следующий иван у нас еще не вернулся я так понимаю так сейчас наверное все так испугались там но обратите внимание вот асим сейчас вышла на горячую точку в начале она не понимала что я хочу ей сказать а потом до нее дошло и если вы были внимательны если вы были внимательно то вы увидели что в конце вот нашего вот этого отрезка разговора у нее энергия появилась другая вообще она как будто проснулась немножечко но это видите гладко не всегда происходит поэтому многие боятся потому что ну когда сталкиваются с какой-то критической обратной связью эго экстрим для эго эго не любит критическую обратную связь но я напоминаю в чем ценность и позитив этого еще раз повторюсь коллеги внимательно пожалуйста послушайте это прям ключ к развитию личности в том числе с этой методикой ты набор плюсов и минусов мы никто не совершенен беда когда мы не осознаем свои минусы вот это беда допустим там формально вежливые лицемерия привычка все откладывать безрадостность позиция жертвы когда мы обвиняем в каких-то ситуациях окружающие обстоятельства окружающих людей и эти минусы есть у всех но когда мы их не осознаем эти минусы формируют наши жизненные результаты они рулят наши минусы рулят пока мы их не осознаем а через мою обратную связь ты можешь сейчас осознать какие-то свои минусы и уже начать ими рулить ну кто коллеги на горячую точку кстати завтра у нас будет мастер-класс в Астане в оффлайне четырехчасовой а послезавтра четырехчасовой мастер-класс экстрим для эго в Караганде нигде нигде только для партнеров Денделайн ну что коллеги кто на горячую точку кстати один из ключей к энергии это внимание и концентрация на вебинарах на вебинарах большинство людей не на сто процентов участвуют а так в пол руки в пол ноги в пол в один глаз что называется пять минут послушал потом отвлекся потом опять послушал сколько у нас тут участников восемьдесят семь участников и никто на горячую точку не решается так и бизнес не развивается ждем вас на горячей точке чтобы привыкли просто слушать коллеги ждем вас на горячей точке у меня кстати говоря часто запрашивают индивидуальные тренировки я отказываю говорю что это очень дорого лучше в группе тренироваться вот у вас есть возможность воспользоваться фирма платит кто там у нас вернулась уже так коллеги внимание включите пожалуйста с дочкой получилось да доча тоже у меня попросила прощения и вы тоже да и какой результат на уровне ощущений ну что то такое отпало с меня энергия пошла да легкость есть да сыну написали написала смс написал он правда не поймет в чем дело мама что случилось что случилось я говорю я попозже выйду на связь понятно нужно предупредить что все в порядке потому что близкие люди обычно боятся а вообще я ко всем обращаюсь особенно сетевой бизнес это бизнес энергии нужна энергия и я хочу вам сказать если вы только начинаете этот бизнес ежедневно вам нужно этот уровень поднимать самым элементарным образом делайте каждый день покаяние с тремя с пятью шестью людьми часто возникает вопрос а за что да не за что за то что ты за то что ты не идеален будь внимателен мы делаем покаяние не тогда когда у нас плохие отношения а просто потому что мы не идеальны за наши какие-то минусы как это работает схема коллеги сейчас показываю допустим человек представьте себе какой сосуд цилиндр энергетическая сущность человека и в углу где-то на 15 процентов есть маленький цилиндрик это эго почетное место для твоего эго эго нам нужно но у большинства людей эго занимает все пространство все вот это все пространство это энергетической нашей сущности а сверху от создателя идет энергия в достатке как розетка и когда эго у нас раздута энергия не проходит покаяние это инструмент который помогает не ломать эго а с уважением аккуратно двигать его на свое почетное место двигать и о чем радость радость нужно культивировать да потому что я могу сказать что это нормально нормальные люди безрадостные нормальные люди готовы радоваться когда все в порядке когда кредиты не давят когда деньги сверху вдруг на нас сваливаются и прочее и прочее а еще почему мы безрадостные коллеги знаете почему потому что в рутине находимся и бездействуем и много думаем причина депрессии причина плохого настроения то что мы много думаем и анализируем но бездействуем почему это происходит потому что когда мы думаем у нас голова уносит в мысли о прошлом например неиспользованные возможности в прошлом гнобим себя корим себя какие-то ошибки и еще давлеют в страхе перед будущим это мертвые зоны поэтому депрессия равно толком ни хрена не делаешь имитацией занимаешься и бд-шничаешь плохое настроение бездельничаешь если я три дня буду бездельничать у меня будет плохое настроение коллеги а когда мы в движухе тогда энергия появляется вот так вот очень важно запустить этот механизм каждый день особенно если в начале бизнеса еще раз говорю как на войне с утра до вечера план полезных дел не обязательно дел которые приносят деньги не обязательно главное поднять уровень энергии и нацельтесь в ближайшие в ближайшую неделю сделать покаяние с 30 людьми подробно по пунктам без чувства вины 15 родственников 15 неродственников распишите прям неделю и вы увидите как у вас поднимется уровень энергии а еще раз повторюсь если вы изучите нормально на сто процентов записи вебинаров и другие техники допустим на следующем вебинаре я еще раз тогда мы будем потому что все время новые люди приходят я буду повторять там у нас есть расчистка территории техника которая помогает проговаривать обиды без претензий техника вдохновлять это говорить про плюсы вот так вот а тем вы меня услышали да прием да вот но я вас ощущаю вы сейчас сами чувствуете уже настроение получше да вот и надо и бодрость духа мы ее создаем вот таким образом вот такими вроде бы простыми простыми вещами благодарю тяжесть ушла да отлично я очень рад спасибо большое если вы сегодня вот это все послушали и сами с кем-то из близких не сделаете покаяния такое подробное без чувства вины то это не обучаемость обучаемость напоминаю это способность применять тут же Иван у нас вернулся Иван у нас вернулся колени неужели Иван так завис у нас там а не вернулся с сыновьями пошел разговаривать так тогда давайте если Иван не вернулся кто еще на горячую точку обратите внимание Асем вот поговорили чуть-чуть она что-то сделала в другом состоянии уже находится а наше состояние это основа мы находимся вообще в трех ипостасях быть делать и иметь например быть целеустремленным жизнерадостным энергичным потом делать что-то совершать какие-то действия в этом состоянии и потом получать результат а нормальные посредственные люди они рассуждают тупиковым образом они говорят вот если бы у меня было были деньги тогда бы я себе мог позволить делать то что мне нравится и тогда бы я был жизнерадостным уверенным в себе человеком отнюдь в начале быть надо привести себя в определенное состояние ну вот движуха движуха ну что коллеги кто на горячую точку если вам не вернулся еще 93 участника и все-таки нерешительные а коллеги на горячую точку я вас жду а вообще еще раз повторюсь гордыня многих из вас конечно не позволит но если вы вот сделаете серию покаяний дышать легче будет так ну что ждем на горячую точку кого-нибудь напоминаю тренируем безотлагательность решительность и еще видите тему заявлены экстрим для эго выходя на горячую точку ты проходишь ты можешь пройти через экстрим получение критической обратной связи от специалиста а когда мы проходим через экстрим мы совершаем квантовый скачок мы быстро развиваемся в комфорте ты медленно развиваешься ты когда сидишь и слушаешь какого-то дядю или тетю умную просто слушаешь ты в абсолютном комфорте как корова жуешь информацию полный интернет этой коровой вот информации и вот все люди многие люди вот жуют жуют эту информацию а толку-то если ты не рискуешь это трава и эти теоретические знания они не работают в жизни рисковать надо булатбек вроде вот тут созрел у нас еще 13 минут осталось от нашего вебинара так напоминаю завтра в астане будет четырехчасовой оффлайновый мастер-класс и послезавтра в караганде так ну что кто там на горячую точку и что-то меня иван беспокоит не вернулся с сыновьями заговорился так кто у нас там кто булатбек булатбек включите пожалуйста включите пожалуйста камеру включите пожалуйста ну вот включился да да добрый вечер да да вы предыдущие не смотрели вебинары булатбек нет нет местами 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 не полностью не полностью и а сегодня включились сначала ну я час прошел да сначала сначала да ясно а какой-нибудь важный вопрос себе задали сегодня пока слушали да вроде да вроде нет а задайте а знаете а знаете какой самый главный вопрос жизни самый важный вопрос жизни основной я у близких людей забираю энергию или заряжаю энергией вот какой главный вопрос а жена говорит что я забираю жена говорит что я забираю да да ясно ясно как любой нормальный муж кстати жены тоже забирают это нормальное явление ну что ж вот ясно скажите пожалуйста булатбек вы недавно да в этом бизнесе вы партнер компании да 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 вы вместе с женой в этом бизнесе ну да жена занимается у меня а она занимается да да ну я там немножко включился да вы немножко ясно ясно да а у вас вообще у вас значит нет предыдущего опыта да ну такого чтобы головой что-то не ходил короче булатбек видно что вы спокойный такой мудрый основательный мужчина надежный но энергия у вас тоже тяжелая тяжелая энергия видите как большинство людей знаете за счет чего люди которые у которых глаз горит вот как у меня живут хорошо знаете за счет чего и хорошие деньги получают за счет того что большинство людей находятся в состоянии сна не на сто процентов такой вяло текущий режим улавливаете вот стопудово у вас дети есть же да что есть дети да да вот я вам очень рекомендую сегодня задать себе вопросом как вы вампирите у окружающих людей у жены у детей а я вам как специалист могу сказать как вы не на сто процентов тоже вот понимаете что-то делаете в пол руки в пол ноги как большинство людей вот но хорошая черта у вас есть я ее вижу вы получаете обратную связь критическую и не уходите в обидки вы ее принимаете слышите умеете слышать и умеете подвинуть свою гордыню я прям чувствую вот как я вам сказал что вы тяжелый вы сразу стали легче моментально наверное да да это говорит о мудрости житейской о способности гордыню двигать а если вы еще сюда добавите добавите значит смелых шагов еще а вот я вам я вам рекомендую я вот рекомендация дал да начиная с близких сделать покаяние и на что и еще тренируйте навык быть на сто процентов если вебинар какой-то мой предыдущий посмотрите посмотрите на сто процентов потом возьмите что-то там примените тогда есть смысл улавливаете а вы в каком городе еще раз извините я вас перебью в каком городе я с уральска уральска поняту уральс в горах упрет город упертых людей вообще вообще конкретно октябрь уральск ну а там младший жуз короче говоря воины да сильные люди с характером упертые такие да но гибкость у вас тоже есть я вам сейчас буладбек я вам предлагаю сейчас рискнуть знаете как рискнуть дать слово мне и присутствующим на вебинаре людям что вы сегодня сделаете покаяние подробное по пунктам за свои минусы перед супругой и перед старшим ребенком сегодня безотлагательно сразу же после этого вебинара готовы рискнуть пока 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 как пока сейчас сейчас дам инструкцию еще раз нужно попросить прощения подробно по пунктам за какие-то свои минусы какие-то косяки без чувства вины не обвиняя себя в небе не обязаны быть идеальным без чувства вины это ключ потому что чувство вины не дает энергию вот готовы дать такое слово даете слово да потому что все принято в астану не летите на мероприятие я так понимаю да в алмату в алмату не летите на мероприятие приеду приедете 4 числа будете буду ясно завтра буду понятно понятно а 5 6 7 кстати я еще всем хочу сказать после большого мероприятия компании 5 6 7 я проведу там трехдневный тренинг экстрим для эго в оффлайне мы там 26 часов будем тренироваться за 3 дня мощно поэтому я рекомендую вам если у вас большие цели преодолеть барьеры что такое достижение целей это преодоление барьеров разруливание ситуации преодоление обстоятельств неблагоприятные обстоятельства то есть барьеры на пути к целям они нужны чтобы выбивать конкурентов вот они нужны для того чтобы выяснить кто больше достоин результата поэтому если у тебя есть серьезные цели я тебе рекомендую разрулить это и прилететь на тренинг а дай бог скоро там у меня там в расписании есть мастер-класс в Уральске проведу ближайшие месяцы вполне вероятно когда ближайшие надо вам нужно у компании да давай посмотри попросить расписание они там уже составили расписание моих поездок по городам в марте в марте да ну вот значит марте в алматы в алматы буду да ну тогда до встречи в алматы а сегодня с вас два покаяния хорошо всего хорошего всего хорошего всего хорошего вопрос хотел задать давайте 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 вопрос я вот после карантина что-то у меня с работы не везет точно два раза вот один раз позвали тоже через знакомых знакомых ребят позвали а полтора работу нормально но потом опять сокращение пошло и опять там где-то полгода съел и полгода через полгода на работу устроился вот недавно братишка там устроил опять же опять теперь Новый год опять сократили что-то в последнее время меня что-то не везет а вопрос какой а вопрос подожди а вопрос какой я могу сказать львиная доля людей считают что им не везет вопрос какой ну а просто от чего вот это может быть низкий уровень энергии у вас низкий уровень энергии а низкий уровень энергии из-за того что вы часто не на сто процентов и мало смелых поступков малорешительных шагов вот и все а деньги они любят энергетику а энергетика любит смелые шаги застоялись вы закисли немножечко бывает да да но но можно раскочегариться потихонечку можно раскочегариться да вот даже вот сейчас я вам дал обратную связь я уже ощущаю что вы уже поживее вот так хорошо спасибо благодарю вас благодарю вас благодарю вас да коллеги ну что мы заканчиваем коллеги еще раз хочу сказать что закрепить сегодняшний материал вы можете вы можете тем что вот сейчас сразу же после этого вебинара сделаете покаяние с близкими людьми вот так вот а если вы ничего не сделаете ну значит пока еще тормозите а те кто не тормозит напоминаю они живут они живут хорошо пока все остальные спят спокойной ночи будьте бодры и веселы всего хорошего всего хорошего было спасибо большое до встречи спасибо до свидания всего хорошего Иван так и не вернулся ну ладно ушел Иван в том фильме про мистера и миссис Смит решил попросить прощения с супругой по полной программе с разносом мебели и всеми вытекающими черный юмор в общем вечеринка у них наверное там происходит ладно но если вы будете на контакте с Иваном пусть как-то так передаст информацию ну я думаю на следующем вебинаре может взять слово и рассказать что произошло благодарю всего хорошего спасибо